Российские войска пытаются продвинуться на Донбассе, но безуспешно. Украинские вооружённые силы идут в контрнаступление и сдерживают штурм противника в Северодонецке, вблизи Тошковки и Устиновки. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня российские войска били по Лисичанску, Золотому-4 и Врубовке. В Лисичанске опасно даже в центральных районах. Именно на одной из центральных улиц Лисичанской вчера после артиллерийских обстрелов погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновце. А ещё повреждено несколько многоэтажек. Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий момент, во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов. Продолжают российские войска обстреливать и Донецкую область. Ранили семерых мирных жителей. Ракетный удар российские оккупанты нанесли по центру Курахова. Повреждены несколько многоэтажек. Гляньте, что мне тут сделали. Нас в этот момент не было. Мне соседка позвонила и говорит, едьте. Тут вот прилетело всё разбитое. Вот приехали. У меня в Красногоровке там разбитое и здесь разбитое. Вот просто меня сейчас просто забирают чужие люди на улицу. Местные власти говорят о том, что этот обстрел – очередное напоминание жителям Донецкой области о том, что безопасных городов и мест на территории области нет. Обследуем все повреждения и вносим протокол. Российские войска усилили обстрелы Николаева. В области идут тяжёлые бои. Там противник обстрелял баштанскую громаду. Погибло два человека, один ранен. Повреждены помещения районной военной администрации и районного совета, городской совет, стадионы, спортивная школа. Херсонская область находится на расстоянии порядка 30-40 километров от Николаева. Находится на юго-восточном направлении. Они подъезжают, проводят обстрелы и снова уезжают вглубь области, чтобы наша артиллерия их не доставала. Так как Саупион считается дальнобойной артиллерией, наша артиллерия их достать не может. Но, насколько мне известно, наши войска уже уничтожили три единицы таких самоходных артиллерийских установок и будут продолжать это делать. Один мирный житель погиб. Ещё трое ранены в результате обстрела в российскими войсками Харькова. Снаряды противника попали в жилые дома. Несколько зданий полностью разрушены. Пострадали 10 жилых домов и два административных здания. Продолжают обстреливать российские войска и Сумскую область. Из артиллерии бьют по жилым домам и спальным районам. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Тем временем в Запорожской области российские оккупанты спешно покидают свои позиции, сообщает Американский институт изучения войны. Предполагают, враг делает это либо для того, чтобы перевести свои подразделения в тыловые районы, либо же хотят усилить оборону Херсонской области. Украинские военнослужащие накануне нанесли 4 удара по скоплению сил противника. По предварительным данным, уничтожили несколько единиц бронированной техники и склад боеприпасов врага, сообщает оперативное командование ЮГ. Марьяна Кречет. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.